начнем разговаривать о персональной стратегии о том насколько это важно о том что это такое и почему персональная стратегия это важно почему я делаю прямые эфиры в первую очередь потому что это помогает другим людям понять а что такое персональная стратегия понять и осознать зачем вообще человека персональная стратегия что происходит с ним какие происходят с ним изменения что он вообще чувствует при этом и самое главное что персональная стратегия это некое потенциальное развитие человека через его собственную внутреннюю осознанность его внутренняя осознанность она формируется через постоянное делание так вот одним из важнейших элементов делания является как раз и чтение и что гости сергей дмитриева вот о привет привет я рад видеть ты меня слышишь да слышу вижу отлично отлично и я тебя слышу вижу отлично да я только что пытался рассказать почему так важно чтение для человека и почему вообще понятия чтения является составляющим элементов его внутреннего саморазвития и прям вот когда я увидел среди твоих тем на твоем блоге почему я читаю или нет зачем мы читаем книги да то однозначно мне вот очень захотел с тобой на чем поговорить и я вообще очень рад тебя видеть супер взаимно тоже рад присоединиться мне кажется ты на работе или дома сейчас я дома сейчас дома слушай неужели у дома у человека тоже скрам по полной программе да но у меня рабочий кабинет поэтому тут это было про цели расскажи нам буквально немножко потому что так интересно то что находится за твоей спиной это что личные цели и композиции твоей работы это по работе это я планировал поддержание курсов обновлять который мы смотрим это про скром мастерство и здесь как раз есть большущий блок про личное различное личностное развитие вот приглашение я с удовольствием с тобой вместе по работе вот и там чтение она же том числе и участвует потому что одна один из способов поглощать знания он проект такая же карта есть про владельцев продукта продуктовиков людей которые запускают идеи от ноля и круто 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 и здесь тоже некие там ну 9 областей важных или сколько их на получилось в итоге 8 и все равно начинается знай себя да то есть ты как продуктовик все равно знай себя в первую очередь свою роль какие-то скиллы должен обладать там коммуникативными до лидерскими и за что ты не взялся мне кажется в этих штуках все равно есть история прочтения слушай буквально одну секунду коль мы уже посмотрели на эти вещи как каждый из нас простой обычный человек может использовать вот такие поверхности со стикерами чтобы упорядочить твое мышление дай какой самый простой там не знаю прием для работы ну вот выплескивать что ли мысли из себя на стикерах не думая не чем прием не думая не про цвета не про смысл и то есть просто сначала я опустошаю голову вот есть тема именно опустошить голову чтобы мысли потому что они начинают повторяться роиться и ты зацепляешься за одну и ту же несколько раз чтобы этого не происходило я просто беру чистые стикеры маркеры начинаю просто строчить вот и сначала получается просто вот такой там памяти на столе перед тобой выброшенный вот и когда ты иссякаешь писать дальше начинаешь смотреть на них просто чуть-чуть что отойдя там сторонку и начинаешь просматривать а если тут какая-то структура если какие-то кластеры да вот начинаю потихонечку перекладывать их на столе как мне почему-то чувствуется что они исходятся начинаешь группировать причинно-следственные связи да да и это не таким образом вы кристаллизовывается некая структура вокруг которой они как-то вяжутся и вдруг у тебя на эти кластеры появляются правильные названия тебя там тебе хочется что-то переписать что-то переименовать назвать пластер ты вдруг понимаешь о но если он так называется то здесь же дырки есть вот такие 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 круто вот и эта штука она очень прям это быстро это наглядно и очень помогает структурировать там свое мышление на на ту или иную тему супер спасибо тебе большое даже первые секунды нашего эфира они уже практически они уже очень полезны сергей скажи пожалуйста вот с точки зрения вот я даже и сегодня афиши делал я сергей мир читаю книги а ты зачем ты читаешь для меня но я тот самый блокпост который тебя задел да вот из-за чего эфир-то случился я думаю мы не все вы слушатели его читали мы можем как-то я дам краткую суть давай давай потому что я там в блокпосте описывал ну пару пару полезных типов бизнес бизнес-книг и один из этих типов я назвал книги которые позволяют тебе что-то сейчас в ней прочитать чтобы решить какую-то насущную проблему вот у тебя бизнес вот у тебя там не знаю трафик не идет да или там маркетинг не маркетится и продажи не продаются есть совершенно конкретная задача и ты понимаешь о вот книга она именно про это я сейчас ее открою полистаю вырву из нее инструмент который завтра же применю круто и это ключевая штука потому что есть само собой категория книг чтения ради чтения да но если мы про бизнес книги зачем мы читаем бизнес книги то для меня вот чем меньше разрыв между я прочитал ее даже все читать не надо как ты увидел инструмент и понимаешь что мне сейчас вот к этой конкретной проблеме применим он и это можно делать уже сразу и вашей классе да эти книги которые вот добывают кусочек знания который адресует конкретную проблему это круто я тебе просто задам вопрос знаешь мне интересно так у меня ну как бы книги они на столе то у меня стол чистый то вдруг много-много книг ко мне подходит жена и говорит слушай ну ты же эту книгу читал уже 22 раза вернее скорее всего ты ее даже не читаешь я просто вижу что она у тебя лежит на столе но я как раз как и ты открываю когда мне что-то нужно я точно знаю что в той книжке что-то подобное было быстро нахожу быстро читаю беру инструмент закрываю уложу и получается что я-то себя корил о том что блин я ее не читаю от корки до корки оказывается я правильно делал мне кажется нету правильного неправильного чтения книг да есть есть зачем зачем мы сейчас в нее залезли вот если зачем было твое что у меня же вот эти задачи же она конкретная сейчас то понятно засесть за чтение толстой трехсотстраничной бизнес библии было неправильно но и ты себе искал инструмент его нашел это прекрасно вот там опять же в том же блокпостей я написал некий второй тип книг до которые ну вот нет этой проблемы в бизнесе начитаю тебя не было никакой проблемы читать книгу и ты вдруг понимаешь идентифицировал да у меня столько проблем оказывается да тебе вскрывается некий новый пласт знания новая точка зрения новая какая-то идея которая подсвечивает места твоего бизнеса где ты еще не светил фонариком на эти понимаешь черт как здесь же дура у меня и и появляется вот это новое осознание новой проблемы его его него и ради этого тоже стоит читать кажется потому что но как бы вот выискивание своих это это то что 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 мы не знаем что мы не знаем это получается мы берем этот цикл бессознательного знания и вытаскиваем одну из зон которых мы раньше даже не думали ее существования да да это вот облайн-блайн зон да там то что на зеркале заднего вида не видно как бы и в боковом тоже не видно а вот этот друг повернул голову через плечо ухты а там вот смотрите вот и мне кажется вот эти это чтение она больше она больше но ты не знаешь что там ищешь да при этом это вот ты взял книжку начал читать мне вообще кажется не зазорно отложить у меня я страдал этим очень много когда ну по молодости вот я не умел откладывать книги я читал от корки до корки и мне казалось что это преступление совершаю прям реально когда вот я ее не дочитал то есть прям вот я понимаю на этом середине книги что какой кошмар как читать же нечего дальше вот но я понимаю блин этот человек старался он не описал там да и я сейчас вот отложу нет так и должно быть я вот мучил себя дочитыванием книг и через это прошел что оказывается со временем я научился отпускать эту мысль что ну а для каждой книги есть наверное свой момент в жизни когда ты готов ее читать или когда она тебе нужно если тебе не нужно сейчас данном моменте то там вот заставлять себя и устраивать это вот там процедуру по и где там по насилию до собой это не обязательно ты знаешь я кстати обратил внимание недавно я как бы с одной книгой работал потом ее ну как бы там все для меня она была понятна структурно и тут я случайно при подготовке к одному следующему мероприятию думаю открою о ничего себе а тут и это тут и это оказывается тут и это еще есть а тут вообще это есть еще думаю ничего себе а я тоже исписал эту книгу почему так происходит мне кажется потому что мы растем мы как люди меняемся то что вчера было не актуально сегодня становится актуально приходят иные контексты у нас ну мы же вот на самом деле нам всем кажется я это я я не меняюсь да но если глянуть на себя ну потому что мы себя видим каждый день но если глянуть на себя в разрезе там даже не за месяца года назад оглянулся ты понимаешь что я уже совсем не тот я но на самом деле от того меня вообще ничего не осталось даже на физическом уровне и я уже другой да не говоря уже про все что у тебя в голове творится вот поэтому мы другие все вокруг нас другое и на самом деле каждое утро просыпается какой-то другой человек уже другой уже другой на человек и поэтому завтра книга отложенная вчера может оказаться вполне себе вполне себе в тему там и вот и сказал интересные штуки тоже про перечитывание часто ты одну и ту же книгу можешь читать но в разные моменты времени то есть я очень много меня там когда я читаю я помечаю пока я читал бумажные книги я брал маркер я тоже всегда беру да маркер и значит я выделяю у меня прям целый процесс да и после того как вот или этого на выделял еще прихожу и делаю майндмэп я делаю карту книги вот это я еще пока не дорос вот ну у меня волнами это да знаешь но у меня точно я понимаю точно что если книга очень прикладная и содержит в себе много инструментов я обязательно хочу разложить и у меня есть там отдельная куча отдельная папка с майндмэпами где я вот здесь прикладные инструменты серёж на секунду буквально поделись пожалуйста инструментом майндмэп для каких целей почему важно зачем это вот ты про стикер нам только что дал супер практичный инструмент скажи еще про майндмэп что-нибудь майндмэп любой другой способ наверное для меня это способ структурирования и переосмысление того что прочитал ну то есть опять же мы все разные и каждый из нас это тоже сейчас немножко собьюсь отвлекусь у меня ну вот это про выделение да ты выделяешь эти книги все время потом появились айпады и киндлы я начал там выделять потом я увидел в киндлах что они начали показывать а вот это выделяют другие люди ухты и и сейчас там в киндле ты смотришь и они там вот эту фразу там тысячи человек тысячи человек выделила слушай крутая стука вообще крутая я начал у меня был период я прям открывал киндл брал книгу и бегал исключительно по этим штукам потому что ты достаешь суть книги так как ее видит очень много людей когда тысячи человек подчеркнуло что-то в книге опять но там что-то есть да вот но самый кайф когда я начал изучать вот эти штуки дальше меня штырила вот какая мысль стопудово люди отмечают разные вещи и то что выделило большинство на самом деле меня не очень интересует у меня дальше родились две идеи это не воплощено киндли дарю амазона если они это сделают фантастика будет первое я очень хочу попробовать идентифицировать людей которые отмечают книга те же самые строчки что отмечаю я круто условно совпадение на 90 там процентов и выше тех вещей которые я подчеркнул книги для меня скорее всего идентифицирует человека с похожим образом мышления шансы что он единомышленник велики на или еще что для меня польза я могу брать книги которые он читал и брать его выделение это будут скорее всего мои выделения потому что смотри там 10 предыдущих книг вы одинаково снимать маркировали это будет охрененно ценно потому что я ускоряю чтение но через призму людей которые мыслят как я и достают те элементы из книги которые как я слушай классно вот маша мазепа привет тебе большой она ставит нам кучу лайков сердечки и и огонь серёжа скажи подоговорил там есть второй давай 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 потому что amazon же не может сделать одну часть без второй вторая часть мне очень интересны люди которые вообще по выделению со мной не совпадают а потому что это люди которые совершенно по-иному смотрят на мир это человек с каким-то ну то есть вот мы с ним противоположности у нас гигантский разброс в мировоззрении но он же тоже достает из этой книги полезности поэтому вот эти вот два прям топ 10 там людей которые мыслят как ты и вот книги которые читают и вот что там них помечено а вот смотри десяток там людей которые мыслят совершенно не как ты которые отмечают вообще другие вещи в книгах нет не то что ты и тем самым ты докидываешь себе возможно вот эти самые слепые зоны слушай но пока нигде не реализовано такое нет такого нигде нет у меня была мысль запариться прям этим делать потом я понял что это очень легко копируемые вещи но мы условно ты упоришься много чего сделаешь завтра amazon эту фичу запилит за там за два часа поэтому я вот как-то поостыл но как идея конечно мне кажется прям я хотел поэтому что может быть просто рано или поздно появится я надеюсь как классно ведь ты на самом деле сейчас вскрыл гораздо более глубокую тему это такой глобальной кастомизации всего до книги которые ты читаешь там сайты которые ты смотришь там информацию которую ты получаешь выводы которых делаешь там вот вот в принципе еще чуть-чуть и наши локальные компьютеры они раскроются то есть ты презентацию делаешь там например на какую-то тему да а например тебе там слушай а вот здесь там логический ход может быть такой например вообще было бы круто я на самом деле на эту тему думаю что я готов наверное это поднимаются вопросы сразу провиси да насколько ты хочешь открыться миру но продолжая эту мысль я готов открыться миру условному дропбоксу представь я в дропбоксе храню всю свою жизнь все файлы у меня в google docs или google docs у кого-то у кого-то там apple ноут да у кого что но вот любому держателю такого пространства до информационного моего я готов дать им разрешение рыться в этих штуках и искать смысл и искать смысл и показывать мне людей но вот этих двух категорий я очень хочу знать кто мои единомышленники в этом мире да кого заботят те же темы что и меня у кого блин стартапы там у кого там не знаю чтение у кого система образования до кого отчего шпирит но это же видно через наши документы через нашу конечно конечно заметки те же самые до анализировать заметки например и это я готов отдать этим компаниям право рыться в моей вот этой истории само собой там не человеком до рыться роботом роботом и чтобы робот матчил меня с людьми которые которые там а похожи б очень не похожи слушай ты по сути сейчас ну как бы рассказал некую новую новый алгоритм социальной сети будущего если фейсбук начался с того что какое лицо девочки тебе нравится хорошее нехорошее и мы там в принципе реализуем какие-то эгоцентричные вещи выплескивая туда смотрите как я красиво пишу или смотрите какая классная мне фотка на бали там или еще что-то вот ты совсем про другое сказал то есть это такой знаешь там dark нет нового поколения там или интеллект нет получается да но меня просто очень на самом деле интересует вопрос там вообще мышление нашего человеческого да и образование потому что но вещи эти связанные очень плотно и и и на тему книг это кстати ну что-то тема что-то очень ложится потому что книги она что неотъемлемая часть образования что неотъемлемая часть мышления да и поэтому вот для меня эти все истории очень завязаны вместе книги позволяют я уже один листочек исписал беру следующий давай 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 ты потом выложишь конспект да вернемся к книге что может дать человеку который задумался о себе чтение и наоборот если человек начнет читать начнет ли он думать о собственном развитии не факт мне кажется но то есть мне кажется очень многие читают неосознанно что ли то есть вот вот книжка прикольное название или друзья посоветовали там кстати что можем потом обсудить еще этот феномен наш накопленных непрочитанных книг мы потом до него доберемся пока поговорим что вот есть это некое чтение доктора я называю неосознанным когда ну и я читаю потому что я читаю не очень понятно зачем на кто-то посоветовал это не не твой запрос был изначально ты не искал просто слышь классные книги ты начинаешь ее читать и когда это так то мне кажется шансов найти что-то в ней довольно мало у тебя как бы нет цель по сути с этим чтением и интересный эксперимент который можно попробовать поставить но это просто поиграть да это очень легко делается попробуйте читать книги с целями вот ты ставишь себе цель на а чего я хочу прочтение этой книги это прикольный ментальный эксперимент который там ну во-первых позволит научиться наверное не прочитывать все просто если у тебя есть цель то что я все читать вот она тут же не про мою цель но значит я побежал и это тебя расслабляет то есть вот я себя отвечал именно так у меня была вот эта фишка что книгу надо читать от корки до корки и когда я переключился на чтение через цели вот есть цель прочитать что-то там мне надо из книги мне надо что-то конкретное и тогда ты начинаешь короноке перелистываю и это стало ну как-то вот плавно я начал учиться перелистывать и не бояться что ничего страшного не случилось вы захочешь прочитать вернешься но это добавляет смыслов да потому что ты начинаешь вдруг охотиться зачем-то у тебя прям вот эта штука когда знаешь этот эффект когда ты там ну вселенная начинаете направлять туда куда твое внимание направлено не думал ты о машинах да вот начал вдруг сказал я вольво и теперь тебе все воли он кажется вокруг такая штука работает книгами у тебя есть какая-то мысль какая-то цель начинаешь их листать вспоминать и блин туда находятся эти абзацы правильные предложения которые вот про это и ты начинаешь достигать той цели который ты сам себе выставил прикольное упражнение всем советую отлично спасибо что-то еще хотел эту тему рассказать но забыл чтение по целям очень клево очень классно так набирать книги просто там зашел там в литрес назвал название повалилась если как ты отбираешься ты знакомишься ты ли заранее с авторами делаешь или какой-нибудь там как бы ресерч при чем читать эту книгу или не читать у меня были много подходов к этой теме вообще что читаю что не читаю начиная от рекомендации люди рекомендуют потом я как-то начал смотреть одной рекомендации не всегда достаточно я начал их по рекомендациям сортировать а вот эту порекомендовали восемь раз а вот эту 7 да значит берем ту которая 8 мечтает ну вот в результате всех этих экспериментов я все равно пришел к тому что слушайте мы настолько с разными контекстами входим в чтение что вот это вот ранжирование она ни к чему но я понял что мне это не работает ранжирование ранжирование позволяет читать то что популярно условно но она не позволяет читать а что мы не сейчас надо а что прикладно какая у меня сейчас цель задача мой контекст там какую жизненную задачу я сейчас решаю класс что она мне то есть вот чтение через решение жизненных задач и это это поменяло это как бы стало неинтересно смотреть я же не могу у человека стырить контекст понимаешь почему он прицепился к этой книге да или почему он ее взял с полки вот это тоже интересная мысль а можно ли как-то доставать книги с контекстом рекомендацию с контекстом можно как-то выудить из человека я могу как-то спросить ром слушай у меня вот контекст такой смотри у меня там да вот крокодил не ловится растет кокос на предприятии а а ты вот для таких штук когда-то был ты в таком ты чё-то читал таки чё-то читал да да и тебе самое интересное тебе чё-то помогло что ты читал буквально на секунду тебя на паузу поставлю знаешь я вот о чем подумал ведь очень много бизнес книг про успешные компании рассказывать нам о том как конкретному руководителю в конкретной ситуации с конкретными ресурсами в конкретном рыночном моменте с конкретной командой с конкретной истории это кому удалось сделать успешную компанию и вот они 1000 и 200 успешных но я потом до меня доходит так ребята повторить же это вообще невозможно конечно это мне кажется как раз но вот эта ловушка до успешного успеха это касается и тренинга всех каких-то моделей успешных вот люди там что-то у себя завели запустили и она полетела и да вот она вот он кейс вот все расписано так он до этого 15 лет в эту тему стучал 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 поэтому мне кажется я пришел абсолютно к тому же вы душу это все бесполезняк книги про успешный успех них есть польза но совершенно не там где люди смотрят на люди ищут там пользу а я сейчас повторю успех этого красавца да никогда ты его не повторишь ты ты не он просто поэтому это его не повторишь знаешь дима от ирлеев прекрасный психолог который был у меня тоже в прямом эфире сказал ром любая книга про успешный успех работает просто начни что-то делать что там написано выбери тот конкретный пример прием который на тебя конкретно сработает создает 20 книг свою собственную формулу вот тебе успех да но то есть я пришел точно таком же мнению что успешные книги полезны именно этим что там найди что-то что они там применяли если инструмент кажется заходит в твой контекст и от него может быть эффект применяй не надо всю систему тащить не надо забирать с собой все что они там после сделали и да да возьми конкретно эту маленькую вещь и беги ее применить и это будет но на самом деле если уж про это говорить то я бы тогда искал книги почитать не про успешный успех а про ток кто где и как обосрался да потому что про них к сожалению мало пишут да но потому что при успешном успехе мы еще имеем вот этот вот там ошибку выжившего долетел туда финиша вот этот один случайным образом а сотня из них полегло мне гораздо интереснее почему узнать почему сотня полегла легло да они они как этот единственный удачный чувак были повезло ему счастливчик 1 из 100 все равно должен был долететь 100 процентов даже поэтому даже по статистике да 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 и поэтому вот мне интересно как бы можно ли добыть вот эти книги не успехов и почему их так мало пишут знаешь я когда первый раз попал в американский университет это было в девятьсот девяносто девятом году и нас привели в велсфарго тогда еще маленьким ну таким достаточно банком перед нами выступал специалист по малому и среднему бизнесу знаете мы с большим удовольствием дадим кредит тому кто уже обанкротился но выстоял чем тому кто первый раз приходит за кредитом тогда для меня это казалось непонятно теперь это понимаю да ну за как забитого и двух небит и дают это тема про это поэтому книжки и но давайте писать книжки про наши ошибки когда ты напишешь свою книгу кур я боюсь никогда я общался но у меня была мысль была вот даже есть наверное пара страниц начатых где-то сохраненных она была давно я пошел общаться с людьми ну как бы кто писал книги да поэтому как написать книгу на пойти пообщаться с авторами и понять как то вообще я пошел пообщался там ну своей аджальной тематике там с парой довольно известных товарищей которые хорошо все сделали вот меня они очень порадовали ответы в том плане что каждый из них сказал что слушай там ну примерно на год забудь про семью забудь про все утром ты будешь идти садиться в кафе где-то вдали от всех что-то заставлять себя печатать именно заставлять я тоже об этом не важно что при чем он говорит вот твоя цель писать это будет хреново у тебя не будет настроения не будет вдохновения это ничего все будет казаться полным полной лажей тот текст который пишется будет бредовым но это просто надо писать и надо писать каждый день и потом ну вот он говорит после года этой работы каждодневного писания у тебя начнет просматриваться какая-то структура там дальше редакторы все дела и что-то из этого возможно родиться я понял что блин это очень серьезный путь дальше я пошел ко всяким альтернативщикам но это я понял не моё то есть вот засесть где-то на год там без семи не на этом этапе жизни так и сказал себе возможно это будут там мемуар или когда я там чего-нибудь сделаю гениально вот поэтому я понял что это не мой путь поэтому ну сразу отметать написание книги потому что один путь немой я не стал я задумался над тем что ну может есть другие пути поэтому пошел по это общаться с людьми говорю слушайте а есть там вот ты не знаешь способа как написать книгу так чтобы год не сидеть где-то там и не будет это можно наговаривать на диктофон там чтобы я погрузился в ответ всех товарищ кто-то сказал наговариваешь на диктофон отдаешь литературному негру он фигачит и как бы из этого чего-то получается кто-то предлагал там берешь кучу блокпостов агрегирует получает получается тоже книга на такой книг кстати мы сделали это не книга я вам сразу скажу ошибка ну могу поделиться ошибкой дамы первый проход подход книги мы там внутри нашим вижу концепт компании делали я илья павличенко там взяли кучу наших блокпостов как-то их структурировали вывалили ли ее как пособие доска мастеров инструменты это не то это получается сборник блокпостов это не книга в нее у нее нет красной нити которая должна проходить связывать у нее до чем сварит машина печал написал вопрос если у вас книги для жизни на всю жизнь слушайте но мне кажется как только мы вот так копаем то мы должны прийти каким-то религиозным штукам почитать тору почитать коран почитайте библию мне кажется книги про всю жизнь они вот такие мне первое на ум приходит евангелие ну религиозная литература почему-то да мне кажется потому что они много тысяч лет озабочены вопросами жизни да и передачи знаний о жизни поэтому мне кажется не чуть опять же и это не про то чтобы быть религиозным да и там не провели как раз а что я смогу достать из этой книги для себя слушай и и вот кстати маша мне тоже библия заходит из уар а вот второй вопрос она написала что по словам татьяны черниговской чтобы спасти интеллект от спама и разложения примитивизма нужно читать сложную литературу маш приведи пожалуйста пример сложной литературы серёжа тебя спрошу как ты считаешь вот что у тебя относится к сложной и могут ли впереди еще появится шедевр и сложная литература я соглашусь в целом с утверждением до или статьяной которая говорит об этом но есть машей статьяной разделяет это мне кажется это вообще не только про книги то есть война и мир будет еще в друга конечно но я уверен что будет на вопрос будет не будет мне кажется что будет потому что люди мыслить не перестали пусть массово это не то что пользуется супер популярностью да и там книжки разряда хочу никого обижать не буду называть именно авторов есть книжки которые читают массово до которые легко читаются и как бы ну и вот это я и буду желать да и не люди читают но это конечно же не не уменьшает количество людей думающих на этой земле и эти люди будут тянуться к более сложным более сложной литературе поэтому я уверен что она будет жить да она нишевая и наверное это в целом и будет наверное я верю во что что да мир в этом плане упрощается тут немножко эволюция мне кажется сыграла с нами злую такую шутку в целом эволюционно мы все стремимся к экономии энергии ну то есть вот если есть способ энергии сэкономить делать то мы не будем делать мы это не будем делать и и мозг наш на именно на это заточен то есть каждый из нас даже не осознает что мозг каждый день делает выбор в сторону экономии энергии вот есть есть в голове шаблон стандартный я не буду думать говорит мозг да она тебе шаблон держи бабушка всегда говорила не высовывайся и не все и этот шаблон там он выстреливает это с одной стороны здорово с эволюционной точки зрения потому что те вещи которые нас работали спасали нас там от тигров и прочей фигни на выживаемость от этого повышалась а то есть ты ты получал себе в наследство эволюционно правильные наборы шаблонов для выживания для выживания да конечно и при этом твоя способность думать отключается все больше и больше чем больше у нас шаблонов тем больше мы отключаемся то есть как раз получается шаблонизация мышления как таковая да да и и вкупе с тем что все мы как живые существа экономим энергию включать мозг затратно мыслить затратно и поэтому включение мышления в целом затратный процесс поэтому читать сложную литературу тоже затратно окей слушай ну классно мне кажется просто вообще мы очень четко открыли тему зачем вообще читать почему ты читаешь и как вообще насколько для нормального человека который хочет развиваться это важно спасибо тебе огромное будут я буду постоянно рыться в твоем блоге выискивая новые темы которые мы договоримся и быстро с автором поговорим с тобой но мне бы очень хотелось сделать знаешь может быть давай подумаем вот скрам для для человека вот как можно инструменты скрам вот за 30 минут объяснить чтобы повысить эффективность обычного нормального человека в домашних условиях подумаем можем такую тему прикинуть легко да я думаю супер спасибо тебе огромное спасибо что ты был с нами эти 30 минут пока и прекрасный спасибо спасибо всем друзья мы продолжаем наши прямые эфиры самое главное что они посвящены самой главной теме персональной стратегии человека все что мы делаем является неотъемлемой частью манифестации наших внутренних ценностей именно наши ценности ведут нас туда где мы находимся сейчас здесь в эфире или где-то еще а как раз осознание своих ценностей формирование модели поведения на основе ценностей невозможно без чтения глубокой литературы и рекомендую всем читать прекрасное время для всех православных читайте каждый день святой евангелие это прекрасное время время великого поста для всех тех кто не принадлежит никакой религии читайте классическую литературу читайте бизнес-книги находите задачи ставьте себе вопросы и научите читать и учитесь читать большое спасибо сергей только что написал про ценности но сейчас мы обязательно сделаем эфир про ценности всем прекрасного вечера всех пока ставьте сердечки чтобы у нас всех сегодня вечер сложился великолепно прекрасного вам вечера